Игнать Тихонович, добрый день. Добрый день. Так, я спрошу, можно Катерина здесь? Ушла? Ну ладно, тогда давайте. На Галину выйди, а то я телефоном не пользуюсь, чтобы она на меня вышла здесь, в скайпе. Или по телефону. Хорошо, Игнать Тихонович, сейчас свяжусь. Ну просто, чтобы брякнула она, минут через 10. Так, я слушаю, Илья, говори. Игнать Тихонович, вот разговаривал я со священником, ну тема обычная, о торговле в храме, там ничего нового я не услышал от него, вечно под копирку от маски. Но суть не в этом, а в числе прочих затрат он учислен, что платят хору, ну певчим. Выяснилось, что хор такой профессиональный, ну там чуть ли не ансамбль. Я говорю, так это же уже не молитва, а песенки получаются, если люди за деньги просто приходят и поют. Он говорит, так а что делать, бабок мест? Ну, говорю, неужели нет верующих, которые будут, прихожане постоянные, которые могут хором быть? Он говорит, так это, ну, непрофессиональные эти бабки, если поставить, это еще хуже, Богу все лучшее надо давать. Так вот вопрос в чем, в принципе, один вопрос и один совет. Вопрос, что из двух зол лучше, профессиональный хор, ну, они, может, и безбожники, я не знаю, или бабушкино, как говорится, замывание. А совет такой, хочу спросить, может быть, предложить ему, чтобы все-таки взял местных, а я бы там ему оплатил курсы какие-то, чтобы... Не надо ничего, Илья, Илья, понятен смысл. Если коммунисты были попами, то у них все это осталось внутри, ему разницы нет, кто будет петь, кому это нужно. Эта молитва никуда не идет, без веры угодить Богу невозможно написано. Без веры угодить Богу невозможно, это пение никому не нужно, это-то ему только завлечь, чтобы приходили тут как на концерт. На эти темы даже говорить не надо. Ну, если показывать даже уже в фильмах, зауидел он сотрудник КГБ, он к нему, говорит, сошел, говорит, а что же меня не повышают-то, все, остаюсь в капитанах. Все до одного архиерея были ставленники через КГБ, до одного все. Ну, Илья, Илья, значит, я правильно понял, что лучше пусть бабушки бы непрофессионально пели, чем эти ансамбли? Да можно совсем не петь, профессионально. Что петь-то, когда научиться, надо плакать. За пение нигде не спасается, а за слезы подвигаются. Петь надо. Да пели все. У православных петь мертвым, отпевать. Вот тут они изощряются. Вот приходят хоронить барон цыганский. Большие деньги. Батюшка спрашивает, вам как, на кресле встречать или не встречать? Встречать, значит, тогда в два раза дороже, чтобы я вышел с кадилом или без кадила? С кадилом еще добавляет. Хор нужен, полный или не полный, а на все абсолютно. И дальше, что пели или не пели? Ну, все. И теперь платят они ему. А цыгане, что они? Волшебники, колдуны. Отравители людей через наркотики. И отпевают любого. Почему? А я, говорит, крещеный. Ну и все. А он у них крещеный и мощеный. И они отлучены должны быть. Они ворожат все время. Притом ни один, ни два, все сто процентов. Значит, просто оставлю я этот вопрос, да и все, правильно? Даже не разговаривайте с ними. Он не может ответить правильно. Они изуродованы этой системой церковной. Все понял. Что совесть говорит, писание говорит, они самые главные выбрасывают. Что он с Библией не сверяется с совестью, она сожжена давно. Но если он платит большие деньги, там, в епархию осчисляет, и знает, что он развращенец, и знает, что он, как говорят, голубой, как Андрей Кураев писал, ему все спишут. А вот если денег он не может собрать, ну тогда беда. Все понял. Спасибо Христову. Слава Христу. Так, никого больше нет? Еще Михаилу кому-то. Давай. Илья Тихонович, вопрос такой. Смотрел как-то Ткачева, вот, про Терея Андрея, который. И он говорил, что когда Иисус на кресте говорил, ну, слова, жена, женоси, там, сын твой, и наоборот, то есть, это относится к нам? Он как-то сказал, что это ко всем относится. Ну, то, что Господь сказал, что это мать ваша. То есть, вот такой вопрос. Да нет, конечно, это никакого отношения немец, совершенно никакого. Это, говорят, за уши натягивают. И так понятно, мы должны заботиться о родителях. И все, какие имена Богородицы дают-то, мы повторяем их, ничего нету. А что нам все сын твой. Мы за ней не ухаживали. Это говорит, что у ней детей не было. Еще одно доказательство сектантам-еретикам. Зачем бы он ее отдавал, передавал, что заботитесь о ней. Иоанн. Иоанн-то не был ему родным. Поверь, родной. Андрей сказал, на каком остальном, пусть он покажет. На каком. И когда, кто святые отцы так толковали? Я нигде этого не считал никогда. Все, ясно. Так, все, отхожу. С Богом. Спасибо.